Религиозная и христианская толерантность Беларуси. Вот объяснение, почему этот форум прошел именно у нас. Еще давайте посмотрим на карту христианства. Если к западу от Беларуси преобладают католики, к востоку, соответственно, православная, то именно на белорусской земле проходит тот самый водораздел. Хотя нет, слово это, конечно, неправильное. Ведь именно у нас происходит смешение или, если хотите, слияние этих двух христианских рек. Почти в каждом нашем городе или местечке соседствует католический храм и православный. И мы все друг друга поздравляем с Рождеством и с Пасхой. Вот моя коллега Татьяна Ревизорина недели в Витебской области нашла совершенно уникальный в этом смысле храм. Подсолнух всегда тянется за солнцем. Христиане проводят аналогию. Точно так же верующий человек тянется за Богом. Яркое поле желтых цветков – это первое, что встречает прихожан уникального костела с двойным крестом. Деревня Березовка, Докшицкий район. Живописная глубинка, где под одной крышей сошлись две конфессии. Официально этот храм считается костелом. По факту на месту приходят и католики, и православные. Сегодня это единственный в Беларуси костел с двойным крестом – западной и восточной церкви. На чужих и своих здесь делить не принято. Пусть и обряды отличаются. Двери храма открыты для христиан всех ветвей. А вот на катехизацию – это религиозное занятие для детей – сегодня и вовсе приходит больше ребят из православных семей. Я сама православная, а муж – католик. Святкуем и православные святые, и католитские. Много святого, много веселья, много радости. Унуки у меня так само – половина католиков, половина православных. У нас ходят все католики, православные сюда ходят. И иногда, знаете, вот праздник бывает 16 ноября, день рождения матки Босской Остробрамской. Здесь такой фест, столько народу. Вообще, понимаете, не различишь, где православные, где католики. Единство конфессии подчеркивает совмещенный крест. Такое есть только здесь, в Березовке. Этот символ отец Марок называет знаком единения. Его местный настоятель разработал вместе с художником Валерием Счастным. Оба креста, и католические, и православные, как и вера, выходят из одного общего корня. Появилась такая идея, что надо что-то делать, маленького, но такого, чтобы взвернуть увагу на едность. Стараюсь, как тот знак так само появился в сердцах людей. Между католиками и православными толерантность – это слишком мало. Иисус хочет от нас любови, не только толерантности. Сегодня в Березовке живет чуть более 200 человек. До начала Второй мировой войны эта территория входила в состав Польши. Католиков тогда было больше. Еще в советское время многие разъехались. Открывшийся семь лет назад костел стал местом консолидации всей деревни. Особенно никто не выделяет, что это католик, это православный. Когда приходят сюда, все как бы одинаковые. Ну, там разница, перекрестится кто слева направо, кто справа налево, я думаю, это небольшая разница. Мы рады, что у нас так вот дружно все. Если какие праздники, совместно, надо помочь что-то около костела. Или посадить, или пополось, или убрать. Православные молодцы, активно помогают у нас так дружно. Нет такого, чтобы разделение было. По словам местных, паломники в Березовке уже не редкость. Приезжают из Минска, приезжают из Москвы. Записи в книге гостей оставляют представители обеих конфетий. А на неделе об уникальном храме Татьяна Ревизория и Александр Бутрим.